К своим подопечным Светлана Благая всегда ходит с сумкой. В ней продукты или медикаменты. Всего у социального работника на обслуживании 12 человек. И каждому надо уделить максимум внимания. И не важно, что через несколько часов Светлане выходить на сцену и бороться за звание лучшего. Всегда рада видеть тебя. Мне как-то приятно. Анна Семеновна меняет девятый десяток. Из дома давно не выходит. Помощь в стирке, уборке и походы по магазинам на плечах социального работника. А мне хоть бы она каждый день ходила. Мне бы было легче. Я целыми днями сижу одна в комнате. Вот все на работе. Как кто убирается, насколько экономно покупает продукты, зачастую не так важно. Умение слушать и сопереживать для одинокого человека оказывается самым необходимым. Она заслуживает самый лучший работник социальной, соцзащиты. Ну как отдушина какая-то. Просто она даже с тобой пообщалась, посидела, им становится легче. Они забывают, что у них давление повысилось, или там голова кружится, болит, ноги болят. Все. Ну видишь, что человеку плохо. Поэтому не остаешься равнодушным. Поведай мне свою печаль. Звание лучшего социальные работники получают не только благодаря отзывам клиентов. Сотрудник соцсферы должен быть человеком творческим и артистичным. 12 человек со всей области борются скорее не за личную победу, а за честь своего центра социального обслуживания. Радость общения, радость понимания того, что ты принадлежишь к очень большой армии, такой дружной, которая исполняет, на мой взгляд, это вообще самое-самое благородное дело. Причем исполняет это, откровенно скажем, за очень-очень небольшую заработную плату. Победа на конкурсе «Лучший социальный работник» не дает каких-то особых привилегий. Это скорее метод психологической разгрузки. Работать с одинокими пожилыми людьми настолько сложно в моральном плане, что соцперсоналу просто нужно отвлекаться. Екатерина Савина, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.